Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Людмила Александрова, и утренняя информационная бригада нашего канала. Двенадцать новгородских семей, которых пожар в ночь на 13 мая оставил без крыши над головой, получили ключи от восстановленных квартир. Напомним, мансардный этаж был полностью уничтожен огнем. После введения режима ЧАЭС средства на его реконструкцию были выделены из резервного фонда области. Работы продолжались около полутора месяцев. Строители возвели новую кровлю, на этот раз полностью отвечающую всем противопожарным требованиям. Были заново отстроены перегородки, вставлены новые окна и двери. Теперь жители мансардного этажа прикидывают, сколько нужно стройматериалов для внутренней отделки, какую мебель и сантехнику купить. Но главное, как обустроить быт на первое время. Впереди большой ремонт, но сначала собственникам предстоит восстановить электрику. Общий проект на весь этаж практически готов. Все подведено до счетчиков. И вода, то есть разводку внутри квартиры тоже придется делать самим. Но так как они посчитали, что самое первоочередное и серьезное, это электрика, поэтому в первую очередь будем сейчас ей заниматься. Восстановленная кровля имеет гарантийный срок. Подрядчик устранит недостатки или дефекты, если они обнаружатся после новоселья. Но пока предпосылок к этому, к счастью, нет. Около 17 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста живут в Новгородской области. Работают из них меньше трети. Правительство региона выяснили, что мешает остальным получить профессию и начать зарабатывать. Задача поставлена. Ситуацию нужно коренным образом изменить. До конца года нам необходимо трудоустроить более 6 тысяч человек. На сегодня имеют работу чуть менее 5 тысяч. И темпы нам надо ускорять и, в общем, этот показатель выполнять. Но даже безотносительно каких-то показателей Минтруда, это наша с вами принципиальная задача. Помогать тем людям, которые находятся в сложной ситуации. Все предприятия, в штате которых более 35 человек, обязаны открывать вакансии для инвалидов. Таких организаций в регионе 851. От них следовало бы ожидать более 3 тысяч созданных для людей с ограниченными возможностями рабочих мест. Однако пока их в центре занятости значительно меньше. В то же время из региональной казны ежегодно выделяются средства, которые выплачиваются предприятиям в качестве компенсации обустройства рабочего места для инвалидов. В бюджете этого года на эти цели заложено 320 тысяч рублей. А вот иностранцам, чтобы трудоустроиться на новгородских предприятиях, теперь достаточно обратиться в одно окно. В Великом Новгороде начал работу первый многофункциональный миграционный центр. Он разместился в доме номер 3 по улице Стратилатовская. И удобен как для иностранных работников, так и для новгородских предприятий, их привлекающих. На старте миграционный МФЦ будет предоставлять 9 государственных услуг. В их числе комплексное тестирование, оформление полиса дополнительного медицинского страхования, получение ИНН и СНИЛС, постановка на миграционный учет. Услуги востребованы, отметил вице-губернатор Сергей Сорокин. Иностранные граждане приезжают на городскую область и устраиваются на работу, и пользуются этими услугами, уже сейчас существующих. В части это коммерческие организации предоставляют данную роду услуги. Мы сейчас их просто переводим именно как единое государственное учреждение. Поэтому услуги востребованы, и на следующий момент по статистике это примерно 20 человек в день. Если желающих станет больше и возникнет необходимость расширения, отдел по работе с мигрантами готов создать еще один подобный центр. На новгородском участке автодороги Москва-Санкт-Петербург началась установка специальных знаков, указывающих направление к интересным туристическим объектам. Первые подобные указатели появились в нашем регионе в 2014 году, но размещались они только в населенных пунктах, где находятся сами достопримечательности. На территории трассы М-10 такой туристской навигации не было. Установка знаков на федеральной трассе – инициатива правительства Новгородской области. Она направлена на развитие туристического потенциала региона. Знаки выполнены по методическим рекомендациям, которые приняты Министерством культуры, а также в соответствии с европейским форматом. Всего на восьми локациях будут установлены 16 знаков. Они укажут путь к 13 интересным новгородским объектам. Своё место уже заняли таблички в районе Яжилбец и Валдая. Сегодня в торгово-технологическом техникуме будет весело и шумно, но зажигать предстоит не студентам, а их бабушкам и дедушкам. Сцена техникума традиционно станет площадкой для регионального смотра конкурса «Играй гармонь». Музыканты и вокалисты со всей области съедутся на грандиозный песенный чемпионат. В программе сольное исполнение выступлений ансамблей баянистов, гармонистов и аккордеонистов, фольклорные напевы. Особое место в афише традиционно займут частушки. Стартует конкурс в 10.30. Поддержать и подпеть участникам могут все желающие. Вход свободный. У меня на этом всё. Далее о погоде я прощаюсь и желаю вам зажигательного четверга. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!